ТРАССА 101 Приветствую! В эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 10 июля в правилах регистрации транспортных средств появились изменения. Во-первых, поставить машину на учет теперь можно без предъявления бумажного полиса ОСАГО. О наличии, либо об отсутствии автогражданки сотрудник МРЭО узнает из специальной базы. Во-вторых, в регистрации не может быть отказано по причине трудно различимых идентификационных номеров. ТРАССА 101 Водители, привлекающихся к ответственности по статье 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, хотят лишать прав еще до суда. Соответствующая норма содержится в пакете поправок, который принят Госдумой в первом чтении. Кроме того, находящимся под следствием могут запретить пользоваться телефоном и интернетом. А также общаться с определенными людьми. ТРАССА 101 В России стартовали продажи седана Лифан Нурман флагманской модели китайской марки. Машина стоит минимум 949 900 рублей. Она оснащается бензиновым мотором объемом 1,8 литра мощностью 128 лошадиных сил, коробком пятиступенчатая механика. В будущем должен появиться и автомат, работающий в паре с другим более мощным мотором. В списке оборудования система стабилизации, камера заднего вида, многофункциональное рулевое колесо, климат-контроль, парктроник, кожаное кресло и так далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенью этого года Ульяновский автозавод собирается приступить к серийному выпуску своего первого гибридного автомобиля. Машина, сделанная на базе нового коммерческого авто УАЗ-Профи, будет оснащаться атмосферным бензиновым двигателем, стартер-генераторной установкой мощностью 84 кВт, электродвигателем мощностью 105 кВт и высоковольтной ЭКБ на 25 кВт. Ожидается, что такой экземпляр сможет проехать без дозаправки тысячу километров, плюс еще сотня на аккумуляторе. Сколько будет стоить УАЗовский гибрид, остается пока только догадываться. ТРАССА 101 Одна из федеральных служб такси опубликовала список вещей, которые забывают пассажиры. Паспорта, зонтики, ключи, сумки, только что купленная одежда, извозчиков этим уже не удивишь. Но есть кое-что поинтересней. Например, в Иркутске клиент умудрился оставить в такси плазменный телевизор и вставную челюсть. А в Хабаровске забытым предметом оказалась игуана, которая за несколько дней жизни в автомобиле с шашечками перегрызла проводку. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101 Субтитры создавал DimaTorzok